всем привет всем привет сегодня видео из машины я последнее время что-то совсем разглянилась и давно уже не снимала ничего из машины сейчас у меня остался еще один визит я делаю три визита в первой половине дня уже два сделала остался еще один визит но получается что я 15 минут как это раньше я решила что я не буду приезжать раньше остановлюсь сделаю небольшую паузу выпью свой томатный сок и расскажу вам что-нибудь интересное у меня такая пришла идея рассказать вам как бы на основе моего опыта от чего зависит успешное восстановление вот именно на основании всех тех случаев всех тех пациентов которые я видела я составила такой получается 4 пункта которые на мой взгляд они способствуют успешному восстановлению после операции на колено именно те пункты которые я лично которые я лично для себя отметила иногда знаете даже уже так на настолько я ну много вижу этих коленей бедер в том числе да там переломы запястьев что иногда я даже прихожу к пациенту первый визит и у меня уже в голове создается такая картина что я знаю что допустим с этим пациентом у меня будет все хорошо что скорее всего там 4-5 недель и все я закрою досье а допустим с другим пациентом вот прям вижу и думаю блин ну вот с этим будут проблемы первый пункт я поставила амплитуда движения еще до операции это означает какая амплитуда движения было у пациента еще до операции на самом деле я вам скажу что это очень много значит очень много значит особенно для разгибания коленного сустава как вы помните наша цель при реабилитации колено составляет 110 градусов минимум 6 недель ну 90 110 минимум 6 недель после операции и 0 разгибания сразу же после операции в первые дни так вот то насколько вы быстро получите данные результаты очень во многом зависит какая амплитуда движения была у вас еще до операции и здесь наверное такая небольшая ошибка тех людей но даже не ошибка многие даже не знают что амплитуду движения можно разрабатывать еще до операции то есть не нужно ждать операции есть упражнения с которыми можно довольно неплохо разработать амплитуду движения еще до операции а второй пункт это физическая форма пациента то есть в каком состоянии находится наш пациент насколько он активен это тоже такой большой пункт большое значение имеет допустим взять двух людей один человек который там даже здесь возраст я вам скажу возраст не так важен именно важно вот это физическая физическая подготовка то есть активность человека потому что даже пациентам 60 лет но при этом не активный и сравнить допустим с пациентом 75 80 даже около 80 лет у меня бывают пациенты очень активные это могут быть совершенно две разные реабилитации даже с людьми которые намного старше реабилитация может пройти легко быстро если человек активен если он занимался какой-то физической деятельностью до травмы гулял либо может быть катался на велосипеде ходил в тренажерный зал делал какие-то упражнения но здесь много гуляют очень много гуляют такой быстрый шаг знаете популярен очень много от этого зависит следующий пункт это контроль отека вот иногда мне кажется что это настолько важный пункт что о нем нужно еще говорить до операции если операция запланированная допустим если протезирование колена чего к сожалению в канаде здесь не делают потому что если если вот это упустить небольшое время там несколько дней иногда иногда мы приходим сразу да там несколько дней два-три дня я вижу пациента первый раз сразу после операции но иногда бывает так что из-за наплыва вот этих операций там случается так что мы видим пациента где-то примерно через 5-7 дней после операции к сожалению это очень много если в первые дни первые дни не взять под контроль отек если нормально не объяснить пациенту что нужно прикладывать лед до после упражнения делать самомассаж делать упражнения нога на возвышении то к сожалению бывают приходишь через 5-7 дней нога очень опухшая и потом тратится несколько недель на то чтобы вернуться вернуться в нормальное состояние да это тоже как бы упущенное время и потом я вам скажу что с отеканием как с отеканием на самом деле сложно бороться так как когда отек спускается то как бы требуется какое-то время чтобы все это поднялось и разрабатывать колено сложно поэтому если допустим я вижу пациента у которого большой отек в ноге то я прям настаиваю прям объясняю что вот следующие 2-3 дня ну там три дня в среднем делайте упражнения по минимуму но делайте обязательно вот эти все рекомендации на снижение отек и последний маленький пункт это мотивация пациента к сожалению пациенты замотивированы по-разному бывают пациенты очень такие знаете как активные которые хотят вернуться к своему прежнему образу жизни которые каждый раз к ним приходишь они давайте поменяем упражнения вот это упражнение легкая отдавать другое мне такими действительно интересно работать потому что видишь что человек заинтересован что человек делает то что то что ты просишь еще кстати очень хороший такой способ проверить упражнения делает ли человек упражнения это когда приходишь и начинаешь проверять упражнения спрашиваешь вот покажите что вы делаете но без того чтобы посмотрели на листок бывают пациенты которые знают свои упражнения вот как вообще на зубок вот вот вообще делают на одном дыхании все вот как по полочкам да видно что человек делает упражнения каждый день два раза в день а приходишь к некоторым грину сделать из какие вы делаете упражнения он начинает ой вот этот я не помню подождите я найду свой листочек с упражнениями ну как бы понятно что человек наверное делает упражнения через раз может быть не каждый раз так что мотивация пациента тоже имеет большое значение для успешного восстановления я желаю вам хорошего дня на этом все если у вас остались вопросы пишите всегда по данным роликам всем до следующих роликов всем пока я поехала дальше